Я не вижу недостатков. Я вижу, что они в большей или меньшей степени соответствуют своим целям. И что, если и чего-то не хватает, так это того, что и стало предметом сегодняшней дискуссии, а именно разнообразия, то есть инклюзивности, которая должна решать проблемы более крупных частей общества. И сейчас прилагаются очень систематические усилия, чтобы справить эти вещи и сделать, чтобы это было устранено. Итак, мы начинаем смотреть, как мы можем создать архитектуру. Не архитектуру, не многих, с очень дорогими зданиями, а скорее даже, как мы можем решить проблемы человечества. У нас есть возможность это сделать. И одна из самых сильных сторон Гарварда, о которой вы упомянули, к вопросу о том, чего ему не хватает. Они могут признать, что им чего-то не хватает. А что самое сильное в Гарварде, так это то, что он обладает удивительной, созывающей способностью. Другими словами, мы можем собирать людей из разных дисциплин и с разным образованием, с разным опытом. И сегодня мы можем находиться в одном кабинете, на одном онлайн-мероприятии и обмениваться идеями, обмениваться информацией. И я могу сказать вам это сам, как профессор Гарварда, поскольку я организовываю что-то подобное. И делаю это уже много лет, так как почти с тех пор, как я начал преподавать, я никогда не играл роль всезнайки. Я играл роль координатора. Моя цель – объяснить, что всем стоит учиться друг у друга. Моя цель – объяснить, что всем стоит учиться друг у друга.